Друзья мои, всем привет! Сегодня у нас выгодная покупка. Мы купили вот такой вот наборчик болгарка, перфоратор фирмы Makita и бонусом нам достался еще рюкзачок. Сейчас мы будем делать распаковку данной покупки и я вам покажу, что находится в данной коробочке и как выглядит рюкзачок фирмы Makita. Смотрим? Поехали! Вот в таком вот виде выглядит данный товар в магазине Leroy Merlin город Набережной Челны. На упаковке сразу нарисовано, что у нас здесь внутри. Это перфоратор, это болгарка. Но то, что здесь вот есть такой вот рюкзачок, это уже кайф. Люблю всякие рюкзачки, сумочки, поэтому для меня вот то, что здесь сверху было для меня более интересно, чем находится внутри. Во-первых, что послужило причиной покупки данного набора? Сколько перфораторов у нас было на объекте, почему-то все разом вышли из строя. Отдали мы их на ремонт, но чтобы работа не стала, нам нужен был новый перфоратор, поэтому мне предложили вот такой вот вариант. Во-первых, перфоратор лишним не бывает, во-вторых, болгарка лишним не бывает тоже. Ну и в-третьих, рюкзачок. Это приятный бонус. Я люблю вообще рюкзачки, и поэтому, думаю, этот рюкзачок меня тоже не оставит равнодушным. Смотрим дальше. Так, ну что ж, давайте вскроем, посмотрим, что там внутри у нас в этом чудном чемоданчике. Хорошо, что рюкзачок упакован в полиэтиленовый пакет, соответственно, на нем до данный момент не собирается пыль. После распаковки мы его положим обратно, потому что с ним, с этим рюкзачком, я планирую, в принципе, ходить на улице. Рюкзачок мы пока отложим и посмотрим, что у нас здесь в коробочке, потому что это тоже, тоже интересно, я думаю, не только для меня, но и для вас. Как мы видим, то, что в наличии отсутствует кейс, кейс отсутствует, но я думаю, в принципе, это не проблема, потому что у нас довольно-таки много других кейсов, тоже от перфораторов фирмы Makita. Поэтому можем просто этот перф положить в другой суммаданчик. Так, ну что ж, у нас перфоратор аналогичный предыдущему, то есть HR12470. Делать детальный обзор не буду, потому что все это вы можете сами проверить. В принципе, я так думаю, в комплект входит ручка, а это у нас не то, вот, ручка-ограничитель. Это стандартный набор любого перфоратора, который вы покупаете данной фирмы. Далее у нас будет УШМ, УШМ, такая. Обожаю вот такой вот переключатель, потому что он очень удобен. Ручка стандартная, удобная. Я очень критично отношусь вообще к болгаркам, потому что болгарка, в первую очередь, должна удобно сидеть в руке. Если она неудобно сидит в руке, она большая, вам будет неудобно с ней работать, следовательно, будет некий дискомфорт. Диск у нас 125, в комплекте вот идет такой точильный диск. Почему они постоянно выложат точильные диски, я не знаю. Но, видать, у них такая брендовая фишка. Так, и обязательно есть еще в наличии кожух. Кожух, как я уже сказал, на 125-ю болгарку. Так, что у нас здесь, также 230 вольт. Так, 720 ватт, 11 тысяч оборотов в минуту. Данную эту болгарку я в дополнение сделаю для обработки плитки. Потому что для шлопления и для очистки краски у меня есть другие болгарки, а этот новенький у меня пойдет как раз на вот шлифовку, доработку плитки. Теперь у нас на повестке дня, кстати, вот и на гарантийнике. На то и на то у нас есть, в случае чего можно будет сделать там обмен. Ну и теперь у нас что? Теперь у нас Макита рюкзачок. Та-дам! Вот он, красавчик. Рюкзачок фирмы Макита. Здесь такая, походу, стягивающий такой тросик, чтобы можно было его встянуть. Здесь у нас небольшая вот сеточка, органайзер для переноски, наружной переноски. Здесь у нас две лямки, также с ограничителем и фиксацией спереди, для того, чтобы вдруг у вас рюкзак не упал. Так, также ограничение по высоте можно регулировать. Здесь боковой карманчик тут есть, смотрим, смотрим, смотрим. Для, я думаю, ага, внутри его вообще можно что-то там, типа денег спрятать, закрыть, и она у вас будет в сохранности. Здесь вот есть карабинчик для крепления, для подвешивания чего-то там дополнительного. Можно в сумочку, ну, я думаю, инструмент также можно подвесить, потому что все-таки это, возможно, рассчитан на рюкзак для инструментов. Здесь есть еще замочек сверху. Так, здесь, наверное, вот такая вот глубина, в общем, на глубину моей руки. Так, например, с 1,15 м, такой вот небольшой кармашек. И теперь у нас боковые, боковые замочки. В боковых отсеках можно здесь тоже складывать либо инструмент, либо какую-нибудь документацию. Вот такие вот боковые кармашки. С этой стороны боковых кармашек побольше. Вообще круто, вот, обычно для нас, мастеров, когда мы с чеками бегаем, там, бланки, накладные, все это можно сюда сложить, и не потеряется, в общем. Ну, и как же у нас он открывается внутри? Открывается внутри вот так, смотрите. Внутри такой большой тоже карман. Ну, получается, с одной стороны у нас боковой кармашек, вот. Также можно сюда положить ноутбук, кстати. Вообще шикарно залезет, кстати, мой залезет стопроцентно. Так, и здесь вот еще один замочек тоже. Можно положить сюда тоже какую-то макулатуру. Так, ну что ж, вот внутри выглядит он вот так. Сейчас мы можем его померить и посмотреть, как он выглядит будет на нас. Вот так вот. Карабинчик отстегнем. Коп. И одеваем. Теперь я брендовый чувак. Фирма Макит. Как смотрится. Как смотрится. Так. Немножко, конечно, неудобно вот в районе плеч. Неудобно в районе плеч, потому что что-то давит. Ну, это может с непривычки. Чуть попозже, я думаю. Получил пример и будет все намного комфортнее, чем на данный момент. Вот так вот выглядит выгодная покупка. На момент публикации данного видео, данный экземпляр стоит 11 тысяч. Ну, точнее, 10 тысяч 990 вроде рублей. Если вы хотите приобрести данный набор, вы можете сейчас прям вот бежать в магазин. Ну, естественно, если вы не посмотрите это видео через год. И приобретать данный наборчик. Если вы смотрите это через год, то, возможно, цена уже изменилась. Возможно, данного набора уже нет. Ну, я, по крайней мере, рассказал о своей выгодной покупке на данное время. Поэтому на этом видео про выгодную покупку я считаю законченным. Если у вас останутся какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если я где-то ошибся, где-то что-то сказал не так, тоже напишите об этом в комментариях, чтобы другие мои подписчики могли прочитать ваше сообщение. и быть в курсе каких-то моих недоговорок, оговорок. Все это пишите, не стесняемся. И все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на новых видео. Канал Перестроим 116. И с вами Ленар Гарипов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok